Добрый день, друзья! Сегодня страшная история со счастливым концом для вас. Много-много лет назад жил-был маг. И с жизни в жизнь он был магом. Невероятно старая осознанная душа. И немножко он так переборщил был в своих изысканиях и исследованиях магической сути, что однажды, инкарнировав, он открыл глаза и увидел себя в теле с аутизмом, в теле инвалида. И все бы ничего, но его душа старая, осознанная, в этом теле оставаться не хотела. Как вы думаете, в какую семью мог попасть вот такой вот ребенок? Конечно, в такую, где и отец, и мать также были интересными личностями. Я уже не помню историю мамы. На самом деле мы работаем в очень глубоких внутренних состояниях сознания. И очень многие вещи быстро забываются. Но я помню, что папа сжигал на костре этих самых магов. И так как папа был глухонемым, то все проклятия в свой адрес он не слышал. Никак не слышал. Его душа на это не реагировала. И карма папе вроде как не рисовалась. Но однажды, сходя с помоста, он увидел глаза. Глаза того человека, которого он впоследствии сжег. Эти глаза запали в душу. И эти глаза он увидел, когда в жизнь пришел ребенок. Короткое замыкание. Аутизм во всей красе, в этой инкарнации, в этой семье. Магическая история со счастливым концом. Мы работали с Фернандо 20... Когда мы работали? 27 мая мы работали с Фернандо. Сегодня, господа, 31. Да, там много еще надо будет восстанавливать. Там много надо будет отрабатывать. Но, но. Понимаете, чем отлично сознание мага? Это тем, что оно очень быстро знает, что делать с телом. И оно будет очень быстро восстанавливать. И оно будет очень быстро восстанавливать сознание. То есть достаточно убрать шоры, достаточно убрать ресурс, забрать и перекинуть на исцеление, дать ему энергии, и идет невероятный толчок. Сегодня я получаю. Добрый день, Наташа. Хочу рассказать о наших изменениях. Мы отрабатывали с вами в понедельник, 27 мая. Ребенок поменялся в лучшую сторону. За эти дни что он показал? В первый же день сидел спокойно, играл с братом. Причем смотрел, как что тот делает. Всегда с нами рядом, не остается один в комнате, ходим теперь гуськом. Это заметил и муж. Начал звать меня и папу, прямо конкретно звать. Раньше, если ему что-то нужно было, мог сказать мама. Слово папа говорил, но не звал. Сейчас с папой, если не хочет засыпать, начинает мамкать, и папа несет его ко мне. И я иду и укладываю спать. Засыпает сразу со мной. Вижу, что наша связь с ним укрепляется. И что это сильно радует. На запрет реагирует спокойно, не кричит. Сознание включилось. Игрок включился. И дальше пойдет развитие. Перезагрузка программ. Восстановление тех моментов физических, которые упущены были за время аутизма. Отработка. И все прекрасно. У папы сменится профессия. У мамы появится своя реализация. И магия. Магия сознания начнет работать в жизни. Еще один маг пришел в нашу реальность. Удивительное совпадение. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok